Добрый день, уважаемые коллеги, это пятничный обзор от компании TechMill и с вами я, Артур Идиатулин. Слабые данные по потребительской инфляции США, которые вышли в четверг, несли сильный удар по лагере покупателей, хоть и не столь разрушительный, как это предполагалось. Индекс доллара отступил от максимума 4,5 месяцев, после того, как базовый показатель по потребительской инфляции США, который не включает в себя энергоносители и продукты, вырос всего на 2,1% против 2,2% прогноза. Недостаточный перелет инфляции целевого уровня влечет за собой меньше желания и усилий со стороны ФРС контролировать уровень цен посредством повышения процентных ставок. И еще больше смещает шансы в сторону постепенного повышения, нежели чем агрессивного. Но почему же последовала такая негативная реакция доллара на отставание потребительской инфляции от прогноза всего лишь на 0,1%? Причем все это происходит уже выше целевого уровня в 2%. Ответ данный случай прост. Абсолютные показатели сейчас не так важны. Важен факт снижения в секущих обстоятельствах. Дело в том, что рыночные участники возлагали большие надежды на взлетневственных цен в апреле как на мощный источник инфляционного давления, что, как видно, не оправдало себя в США. Показатель инфляции включающейся энергоносители вырос в апреле на 2,5%, то есть совпало с прогнозами, что не совсем оправдало ожидания. В качестве другого катализатора инфляции рассматривали налоговую реформу, которая пока также не оправдала надежд. Слабый доллар также не смог придать инфляционный импульс в апреле. Месячное изменение базового показателя составило всего 0,1% против прогноза в 0,2%. Как уже отмечалось в нашей предыдущей аналитической статье, если доллар и упадет на отрицательном отклонении инфляции, то его поражение вряд ли продлится долго. Все дело здесь в разнице доходности. Так, разница доходности по ценным бумагам в США и другими лидирующими экономиками достаточно широка и достигает 2,3% между американскими и немецкими десятилетними бандами. Другими словами, чтобы получить тот же поток платежей в будущем, по облигации инвесторам США придется заплатить такую инвестицию меньше, чем в Германии, разумеется, не учитывая изменения в валютном курсе. А преимущество в доходности привлекает иностранных инвесторов, поэтому доллар сейчас также должен оставаться привлекательным. Европейская валюта отскочила до уровня 1,19 в пятницу от мимо 4,5 месяцев, которые будут достигнуты в среду. Это был уровень 1,18. Здесь, как видите, часть инвесторов решила закрыть свои короткие позиции или зафиксировать прибыль по евро-доллару перед выходом важных данных по инфляции. И не зря, так как данные не оправдали ожиданий. А европейская валюта пока держит оборону, несмотря на политическую нестабильность в Италии, где две партии анти-эстеблишмента сделали значительные шаги на пути формирования правительства. Партия движения 5 звезд и крайне правая лига известны своим недружелюбным отношением к ограничениям в бюджете ЕС. При ход данных партий к власти или даже существование вероятности этого исхода, хоть и небольшая, но активная угроза целостности ЕС, которая также взята на вооружение продавцами по евро-доллару, кроме фактора монетарной дивергенции ЕЦБ и ФРС. Доллар также ослабил давление на японскую иену. Пара доллар-иена у нас два раза в мае пыталась пробить уровень 110, но пока безуспешно. Данный уровень остается неприступным. Быки по данной паре взяли паузу и ждут появления четких сигналов по американскому доллару. Это в частности повышение ставки ФРС. По японской иене пока что тишина, так как Банк Японии зашел в тупик монетарной политики, поэтому в настроениях по данной паре пока превалируют любые изменения настроений по американскому доллару. Что касается австралийского доллара, то известный своим статусом высокодоходной и стабильной валюты, он смог вернуть со среды часть потерь против доллара благодаря отсутствию негатива на товарном рынке. Медвежья риторика Банка Новой Зеландии позволила новозеландскому доллару отступить от минимума 0,69, предлагая доллар-борьбу за уровень 0,70. Что касается Банка Англии, то он, как и ожидалось, составил ставку вчера без изменений. Пара фунт-доллар у нас сначала снизилась ниже уровня 1,35, однако быстро отыграла часть потерь. Банк Англии у нас снизил экономические прогнозы по росту и по инфляции, чем разочаровал инвесторов. Фунт обычно растет, когда стоимость заимствования увеличивается и падает, когда стоимость заимствования сокращается. И стоит отметить, что несколько недель назад рынок был на 90%. Уверен, что ставки поднимутся выше на 0,5%. Впервые из глубин финансового кризиса 2008 года. Как видите, торговля по паре остается весьма непредсказуемой. Прежде всего из-за крайне непредвиденных решений Банка Англии. Но его тоже можно понять, так как ВВП в первом квартале выросло на 0,1%, что значительно отставало от прогнозов и стало намного ниже предкризисных темпов роста. Строительство пострадало особенно сильно. В Великобритании показали данные, сжавшись на 2,3%. Вот мы здесь можем видеть, что по строительству снижение составило от 2,3%, что в принципе совпало с прогнозами. Месячные изменения в производстве составило минус на 0,1%, что стало чуть лучше. Но промышленное производство, в сожалению, не оправдало ожидание и выросло всего на 2,9%. Согласно органу статистики, свой вклад внесла погода в падение темпов строительства. Однако и точное воздействие сложно оценить. Фунт отбил в пятницу атаку на уровне 1,35%, однако ему в этом помог слабый доллар. Фунт доллар в среднесрочной перспективе вероятно продолжит двигаться в сторону уровня поддержки 1,33%. Это будет минимум с начала декабря 2017 года. Однако вероятно небольшая коррекция до уровня 1,36% перед началом второй волны продаж. Цена нефть затрудняется с ростом. Как видите, сегодня они прибавили совсем незначительно. Так как несмотря на введение санкций, потенциал введения санкций против Ирана, на рынках растет уверенность, что ОПЕК сможет заместить снижение экспорта Ирана, которое будет происходить постепенно и достигнет 500 тысяч баррелей к октябрю 2018 года. Наиболее вероятными претендентами на роль заместителей Ирана на мировом рынке будут выступать Кувейт и Ирак. И сигналы повышения производства в этих странах могут нарушить текущую эйфорию на нефтяном рынке. Американские производители также будут наращивать производство и также смогут заместить иранские баррели на рынке. VTI у нас и бренд сохраняет равновесие около открытия сессии сегодня и вряд ли сильно нарушит эту паузу в ожиданиях до следующей недели. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши вопросы и комментарии. Встретимся с вами в понедельник. Продолжение следует...